Салютенцы, дорогие друзья! С вами Лургат и добро пожаловать на летсплей по игре Breathage. Вчера я не совсем успел все снимать и отснять серию, но зато сегодня, как говорится, будет серия точно. Вчера был стрим. Итак, я впервые нашел тут женщину или подростка в этой игре. Ну, судя по всему, это, скорее всего, женщина, и она пыталась здесь принять ванну. Непонятно только зачем, почему, в общем... Бра! В космосе, да. Ну, по крайней мере, так не сказал скафандр. А какая там правда, я не знаю. А, в общем, ух ты ж, у нас тут очень много всего интересного. Посмотрите, сколько тут лазеров. Если вы помните, в прошлой серии я подбирался к военной базе, которая наверху, и по пути, в общем... Ну, схлопотал там, конечно же, схлопотал, и все вышло очень плохо. Я не помню, сюда я залетал или нет. Ничем не обоснованный набор предметов. Не вижу логической связи. Но зато кучу металла. То есть, если нам понадобится металл, можно смело сюда прилетать и собирать это все. Даже три штучки взял. Так, посмотрим, что еще здесь есть, потому что это еще не все. Так, это еще не все. Вот здесь есть такое продолжение чего-то тут. И здесь тоже, наверное, что-то да есть. А, нет, ничего полезного здесь нет. Установка с кодом вот так вот разрушилась, походу. Дело. Ладненько, давайте... Да, там мы обезвреживали вот эту штуку. Рядом турель. Турель мы сейчас выведем из строя. Очень легко. Если вы помните, по-моему, я их уже делал. Так, вот так вот. Так, выключить. Так, блин, стой, стой. Ах уж этот, альт. Так, все. Турель выключена. Можно смело вытаскивать вот эту штуку. Я не знаю, почему она нужна, но с реактивным ускорителем. Интересно, можно ли повторить эту систему без риска загореться, как он? Можно, можно повторить. Сейчас мы обезвредим. Курочка, потерпи. Походу, он не любит эту курицу. Однозначно. Так, где у меня там сканер был? Ага. Вот так вот. Ну, я думаю, пригодится нам. Короче. Дальше летим. Ох, этот робот. К нему не подходим. Он очень сильный. Их тут целых два. О, кстати. Вот про это я не знал, что тут еще что-то есть. Я туда не залетал. Постеркительный турель. Вот у этой турели прямо здесь есть пунктик, где можно его отключить. Кстати. Черт. Я оставил свой драндулет. Что тут? Надо к нему подползти. Итак. Обезвреживаем. Просто тупо подлетаем и выключаем турель. Вот. Ну-ка и забираем элемент. Так вот. И у нас тут, в принципе, безопасно. Можем полетать. Посмотреть, что у нас тут. Тут, кстати, надо эту открывашку с собой носить все время. Опа. Блин, черт пусто. Это же целый полковник. Ну или не совсем целый. В любом случае у правительственного скафандра такого уровня должен быть неплохой кислородный баллон в комплекте. К сожалению, баллон сильно пострадал. Ну, блин. Ого. Да, и много взяток тут. Ну, конечно же. Как же без этого? Так. Круто. Все. Мы нашли половинку чертежа Аполлона. И это было полезное отправление сюда. Кстати, здесь внизу тоже что-то есть по ходу дела. Что же тут у нас такое? Или мне только кажется? А. Ткань. Понятно. Нет, здесь уже больше ничего интересного, кроме некоторых ресурсиков. А вот там мы уже были. В принципе, вот здесь мы уже все обшмонали. Ну, круто, ребят. Замечательно. Мы потихоньку движемся к военной базе. Я не знаю, как в нее войти и вообще, стоит ли в нее входить. Но, конечно же, мы в нее попробуем войти. Так. Давайте посмотрим, где эти засранцы патрулируют базу. Насколько я знаю, они патрулируют ее с той стороны. Если мы тихо подберемся, я думаю, что у нас получится. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все-таки. Нашел меня. Я не учел, что здесь есть этот засранец. Блин, откуда он меня нашел? Походу, разработчики просто добавили туда больше роботов. Я не знаю, как их убить. А, и как мне их... Аптечка. Так, давайте поднимемся сверху, тогда посмотрим. То есть... А, вот еще один здесь. Раз, два, три. Их три. В таком случае мне надо сверху подлетать. Сверху подлетать, взятку собирать и в них кидать, да? Попробуем. Так, давайте сохранимся на случай всякий, а то всякий. А не бывают случаи, вы знаете. Так. Ням-ням-ням. Так. Отлично. Крайней мере, подышать мы смогли. Давайте попробуем трюк с взяткой. Мне написали вот в комментариях. Спасибо большое. Так вот, зачем она нужна? Если честно, я не знал. Так, ну-ка. Давайте попробуем кинуть взятку в робота. И будет ли это работать вообще? Я не знаю. Привязать к слоту. Так. Сохраняемся. Отлично. И совершаем свой первый бросок. Вот. Че? А, он сделал вид, что он меня не видит. Ахаха. Вот оно как работает. Интересно. Кидаешь взятку такую, и робот тебя отпускает. Да прям гиперреалистично тут все. Мне нравится. Так. Ну, да, нам это понадобится, кстати, кресло в коробке. Кресло я не хочу изучать, мне это не интересно. Мне вот ради... Я вот ради этого сделал... Ой-ой-ой-ой. Черт-черт, черт-черт. Все-таки одной взятки, видимо, было недостаточно. Так, держи. Так, держи. Как пиздец. Я думаю, мне нужен бластер. Для того, чтобы... С ним работать. Так. Блин, еще чуть-чуть, и меня убьют. Эту область сделали опасной. Но не такая безопасная, как раньше. Так. Я всего лишь хочу просканировать форму военную. Так. И, кстати, здесь есть какое-то место... А, я могу здесь это сделать. Чего я проигнорировал-то? Эту область. Так. Ну-ка, ну-ка. Давайте посканим. Что это такое? Кистевой эспандер предназначен прежде всего для тренировки мышц предплечья. Заставить его грызть, может, только безысходности голод. Грызть эспандер это мощно. Конечно. Так. Цятка, стой. Не убегай. Притом, милиция. Блин. У него надпись милиция. Кислородные свечи. Это замечательно. Но, блин, я не могу выбраться отсюда. Я западнее, кажется. Так. Мне остается только взять в руки взятку. Блин. И отвлечь его. Так. Кислород. Кислород. Взятка. В руки. Так. Куда же мне... Да, но взятка не бесконечная. Они потом опять возвращаются. Хотят еще. Но взятки мало. Так. Клевый. Короче, уходим отсюда, потому что память, походу, короткая. Мне нужен бластер. Мне реально нужен бластер, чтобы с ними воевать. Поэтому я, скорее всего, ребята, отправлюсь пока что вниз. Ну, то есть, вот сюда. И здесь мы будем выяснять, что происходит. И тут очень много структур. Может быть, нам удастся что-то построить. Прежде чем, да, как говорится, лезть в военную базу, что-то сделать. Короче, может быть, много полезного чего-нибудь. Вот. Поэтому... Как-то с турелем я справляюсь намного лучше, чем... Со всем остальным, поэтому... Будем все это иметь в виду. Так. Что у нас тут? У нас тут очень интересные места. Что-то мне подсказывает, что мне придется крафтить... Инженерный... Эээ... Костюм. Скафандер. Стыковочные ворота. Такие уже не ставят, хотя это довольно удобно для экстренной эвакуации. Ого. Стыковочные? В смысле? Это то, что мне нужно? По ходу дела. Так. Что у нас тут? Могу ли я что-то посканить? Ха. Нет. Посканить я тут ничего не могу. О! Кислородная... Штука. Штука кислородная. Так. А! Я вот это могу посканить. Транспортная площадка. Ну, наконец-то. Вот это вот... Этого мне не хватало, чтобы построить там... ЗАЗ мой любимый. Так. Отлично. Отлично. Супер. Полезная находка. Аккуратно. Здесь... Турили. Технический пункт. Почти два метра высокопрочного сплава и никаких брешей в системе защиты. Объект секретный, но я успел скачать кое-какую информацию с капитанского мостика. Отсюда можно получить удаленный доступ к ядру лайнера. Это было бы крайне полезно, но проникнуть внутрь не представляется возможным, если только у вас нет бронебойного орудия. Ого. А. Бронебойного орудия у меня пока явно нет. У меня вообще никакого орудия нет. И... Прежде чем оно у меня будет... Так я понял. Так. Не, мне реально нужны новые. Новые... Новые этот нужен, транспорт, явно. Так. Давайте-ка мы тебя выключим. Впереди инженерный челнок. Опа. Очередной инженерный челнок. Кто-то мне говорил, что я забыл штурвал просканить. Я вернулся и обыскал все инженерные челноки, друзья, но не нашел. Штурвалов целых. Походу тут он и есть как раз. Так. Ну-ка, ну-ка. Знакомая технология ремонта. Вы по одной брошюре учились. Ого. Усиленные... И вон. Стало незнание электропроводимости материалов. Хотя залить лом металлом неплохая идея. Розовые трусы. Это почему здесь трусы раскиданы, раскисаны, раскиданы. Зайку бросила хозяйка. Какой кошмар. Капец. Итак, возвращаемся. У меня вот один только такой важный вопрос. А вот конструкция штурвала довольно интересная. Вот мы получили конструкцию штурвала. Осталась только последнюю часть просканить. Вот мне один такой вопрос к разработчикам. Почему я не могу взять этот усиленный лом? Никак, да? С его рук. Это было бы очень полезно. И очень ценно. Так сказать, что это такое? Космический автомобиль. Открытка с фотографией первого космического автомобиля, возбужденного в космос. Фотография сделана не так давно знаменитым путешественником Максом. До этого момента считалось, что данный автомобиль был захвачен гравитацией какой-нибудь планеты и уничтожен. Да. Жесть. Еда здесь, вода. В общем, здесь ничего интересного особого нет. Из-за того, что мы уже, в принципе, тут нашли. Ну и все. Дальше я сейчас продолжу свое приключение. В принципе, это буду дальше сканировать там все, что найду. Вот. Так, полетели дальше. Чем мы тут интересного видим? Чем мы тут интересного можем найти? Рядом орудия. У нас тут еще одно орудие, которое мы можем выключить, в принципе. Чем мы сейчас займемся? Вот пара. А где у тебя выключатель? Пацан. Так. Под выстрелом. Какие пробоины могло оставить только главное орудие лайнера? Богатырь. Если оно все еще функционирует, то очень надеюсь, что реагировать на такой маленький объект, как ваше тело, богатырь не станет. Ну, надеюсь я. А может и реагирует, кто его знает. Мне здесь... Что, выключатель у него... Рядом с этим, что ли? А-я-я-я. Потому что я не вижу выключателя. Может быть я слепой, блин? Ну, я явно его не вижу. Ни из внутренней стороны, ни с удобной для меня стороны. Его тупо нет. И это прискорбно. Значит, что его пока выключить... Выключать его пока не надо. А, вот он где. Все, я нахожу. Да, я в курсе, что она меня заметила. И это прискорбно, потому что... Я надеюсь, она в меня сейчас стрелять не будет. Вот. Ага, да, не будет. Так. Да, блин. Надо на Альте руку держать. Так. Опасная... Ситуация. Ползем, ползем в открытом космосе. Куда-то мы ползем. Так. Ползем, ползем к пульту. Они специально так сделали. Чтоб мы ползли. Так. Блин. Так вот. Вот так вот. Ну, допустим. Мы ползли. И где этот пульт, чертов? Я вас заметила турель. Да я знаю, что она меня заметила. Опа. Вот. Вот она. Фух. Пульт. Так можно было сразу перелезть, а не... Не идти кругом. Капец. Так. Вот так вот. Ай-яй. Все. Фух-фух-фух. Получилось, ребят. Получилось. И... Так. Не сказать бы, что это так дико трудно. Просто... Мне непривычно. А вот все. Че? Еще? Еще что ли? А, так. Вот в чем было дело. Воздух кончался. Капец. Ладно. С этим все ясно. Блинский, сколько здесь... Осторожнее. Турели. Так. Да капец. Может здесь с внутренней стороны... Да, будут выключатели. Это хорошо. Так. Отлично. Мне бы аптечку сейчас. Все. Выключили. Какую-то турель. Наверное, эту. Да. Эту мы выключили. Так. Ну, только эту мы выключили. Больше никакую. В принципе. Ну, так можно повыключать. В принципе, их всех. По очереди. Так. Опа. Одна злая турелька у нас здесь. А твой выключатель где? Вот он где. Бу-г-г. Все. Хе-хе-хе. Так. Ну, по крайней мере, здесь у меня уже никто стрелять не будет. У меня уже предостаточно этих самых штук. Хм. Так. Кто у нас здесь? Здесь у нас... Если у нас здесь турели, вроде бы нет. И полезно тоже ничего нет. Но... Опа. Там есть турелька. Это рабочая автономная кислородная станция. Где? Где рабочая автономная станция? Да, блин. Там, что ли? Не знаю. Короче, но... Опа. Здесь у нас турель. Вот здесь. И к ней выключатор где-то там. Выключатор. Ну и придумал я, конечно, слова. Это же богатырь. Главное орудие лайнера без названия предназначалось только для экстренных ситуаций в случае нападения на лайнер снаружи. Кому на него нападать и чем богатырь отличается от антиастороидных турелей, журналистам пояснить так и не смогли. Да. Ну там вдруг и на шапоте они всякие. Так. Круто. Короче. Я сейчас постепенно буду лететь обратно, потому что я так понимаю, что... Так. Бластер. Один подписчик мне писал, где должен быть бластер, но... Я, если честно, не помню. Надо будет пойти почитать. Потому что было бы очень полезное знание. В принципе, может мне удастся... Раскачить... Сюда, к примеру. И увидеть, что здесь. Ого. Что ж с ним такое-то его... Аж перерубило на две части. Реклама Бресич. Хватит возьмем. Что уж там. Так. Фотография победителя с последнего прошедшего конкурса песни космовидения. В этом году победу одержал генетически совершенный таракан с нетрадиционным набором генов. Вот иначе. Капец. Так. Так. Что у нас там дальше? А. Вот у нас отсек. Для кислорода. Точнее, с кислородом. Фонарей, пейзажик, ребята. Так. Нет то ли здесь чего-то там опасного? Вроде бы нет. Вроде бы можно лететь дальше. Пошел же на пункт ручного управления богатырем, если откажет удаленная система контроля. Проникнуть сюда изнутри лайнера не было никакой возможности, в связи с чем его не сильно укрепили. Так. Ну, тут однозначно очевидно, что мы будем сейчас ремонтировать это. И потом надо будет сделать новый инструмент для ремонта. Явно. Да. Там мне бы аптечку найти. Эх. Давай, 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 давай. Так. Ну-ка. Тихо, тихо, тихо. Что это такое? Космополитизм, космоситизан. Боже мой. Как вылезти из налоговой еда? Почувствуй себя домашней богиней. Журнал для современных модных девочек. По слухам, один мужик, прочитавший это, сошел с ума и умер, не приходя в сознание. Звучит неправдоподобно, но лучше не рисковать. Что? Какой кошмар, лучше такой шампунь. Нет данных разрядных элементов, как и о современном пучковом оружии в целом. Но судя по схеме, это где-то в стволе орудия. Не думаю, что вам стоит туда лезть. Что это такое? Важный код. И нифига. Возьмем с собой на всякий случай. Так, ну, то что мы тут хотя бы кислорода можем взять в себя. Это уже хорошо. Блин, так нам вот туда надо попасть. И поэтому, я так понимаю, нам предлагают долбануть из этой пушки. Офигеть. То, что орудия не работает, не повод заглядывать вниз. Видимо, это и есть разрядные элементы. Вряд ли у вас получится их починить, но я уверен, что где-нибудь есть запасные. Хотя один есть. А, так я их вот так вот могу поменять. Вот он, разрядный элемент. Второй разрядный элемент установлен. Ну, давайте. Если вы почините орудие, надеюсь, оно начнет стрелять не сразу же. А, ты не знаешь, ты только надеешься. Остался последний элемент. Капец. Давайте меняем и вылетаем отсюда еще не хватит. Готово. Мне кажется, или богатырь собирается выстрелить. Тебе кажется. Фух. Нет, не собирается. Но я начинаю догадываться, зачем вы ремонтировали орудие. Хочу предупредить, что стрелять из него полное безумие. В связи с чем, я настоятельно не рекомендую приближаться к пункту ручного управления богатырем, брать в руку джойстик, наводить орудие на обломки и нажимать кнопку «Огон». Богатырь готов к работе. Так, я вижу там что-то интересное. Давайте мы туда полетим. Турель для перекрытия. Странное место, но может быть что-то полезное. Сигнал турель, осторожнее. Так, что у нас тут? Космической кровати не рекомендуется разбирать, хотя непонятно почему. Более простой предмет найти сложно. Опа, у нас кровать. Ну, теперь мы можем хотя бы здоровье бесплатно восполнять себя в базе. Это полезно. Полезно. Так, батареечку. В принципе, у меня лом сейчас сломается, поэтому не будем добывать батарейку. А, и все что ли? Это все, что тут есть? Походу дело, да. Ладненько, пойдемте дальше. То есть, посмотрим, как мы с богатырем будем справляться. Пойдемте к богатырю. Вообще, обыщем вокруг все, что только возможно обыскать. Вот. Так вот. Красивый, богатырь. Еще лучше с этой стороны просканить. Рядом орудия. Да, я понял. Но мне нужны скриншоты. Так уж. Очень сомневаюсь, что здесь. Что здесь? Так. Опа. Что это такое? Эээ. Давайте возьмем. Будем коллекционировать эти штуки. Так. Что это такое? Че? Ого. Ликоплазма, ребята. Мы ее добыли. Даже не этот. Не особо заморачивались. И это круто. Только сейф нашли с ним. Супер. Супер, супер. Так, ну, было полезно туда лезть. Блин, да, они стреляют в меня. Вот засранцы. Так. Ну-ка, ну что, активируем наш... Вношу. Так, я что-то там видел. Это не показалось, наверное. Ну что ж, активируем богатыря. Потому что, в принципе, я пособирал все эти штуки, пока обезвреживал. Я думаю, что можно. Так. Надо заправиться кислородом. И жахнуть. С максимальной точностью, так скажем. Сейчас все сделаем. Так, давай-давай. Едим. Пьем. Все. Мы сыты. Так, использовать. Да, мне пришла точно такая же идея. Богатырь должен пробить броню шлюза, повредив затворный механизм. Постарайтесь получше прицелиться и выстрелить в нижний затвор, не повредив отсек. Похоже, у вас всего один выстрел, прежде чем батарея орудия полностью иссякнут. Огонь! Не уверен, что сейчас подходящее время для комментариев, но выстрел получился не очень. Хотя броню вы точно пробили, безусловно, вместе с половиной оборудования. Кабздец. Пацаны, кабздец. Эх, я-то думал, мы хорошо справились. Целая половина, блин, отсека от херачек. Да, ну ладно. Сейчас мы запитаемся и полезем туда, потому что эти испытания нам, ну, мне лично, удобнее, чем весть на военную базу. Мне интересно, что мы там обнаружим. Капец. А ведь я даже не пытался. Бронированный шлюз со сложной системой контроля входа. Система настолько сложная, что вышла из строя первой, но это не мешает двери оставаться бронированной. Других путей внутрь отсека мы не найдем. Ого. Хм. Что у нас тут? Оу. С такими повреждениями никакого удаленного управления ядром нам не получить. Но можно задействовать протокол защиты ядра и открыть дополнительные охлаждающие клапаны на лайнере. Для этого найдите центральную панель и угадайте девятизначный пароль. Угадайте. А, отсюда не получится, да? Логично же. Залезть только туда, где зелененькое. О, здесь есть кислород. Все шикуем. Так. Давайте обезвредим. От бесконечной курицы. Все-таки. И можно бесконечно обезвреживать. Этот плакат мне что-то напоминает. Уже очень сильно. Так. Так. Орлон. Отлично. К счастью, у меня есть сканер. И я могу этим самым сканером запасной я сделал. Ура! Все. Мы, мы будем жить какими-то здоровыми. Опа! Что у нас тут? Чего он умер? Непонятно. Подробный план жилого отсека. Подробный план жилого отсека. Я не знаю, нужен ли он мне вообще. Этих я не бедных трогать не буду, потому что с них мы ничего не получаем. Их убивать бессмысленно. Поэтому оставим их тут. Гробы с любовью. Кажем. Можно без любви. Гробы. Просто гробы. Так. Идемте дальше. Да, вот, да. О! Интересно. Так. Что у нас тут? Идемте дальше. Так. Надо вытащить курицу и обезвредить электричество. Да, какой-то тут долгий коридор. О, ура! Новая часть ракеты. Вероятнее всего, гибель пассажира произошла по вине безобидной игрушки, забившей отток воздуха. Иногда пылесборник все же стоит очищать, хотя это наводит на интересные конструкторские решения. Так. Что у нас тут? Подробный план технического отсека. Так. Круто. Что еще у нас? Ого. Так. Прежде чем туда соваться, я проверил. Эта поддельная приставка, собранная буквально из всякого мусора, опровергает заявление производителей о невозможности кустарного ремонта их устройства в связи с его невероятной сложностью. Да. Ну, это прекрасно с вами знаем, что это такое. Так. Туда нам путь заказан. Мы сможем пойти. Кстати, схему пылесоса у меня уже была. Автоматическая ремонтная бригада. Я бы их не трогал без необходимости. Да, никто их и не трогает. Так. Ударить. Блин, я не буду еще разбить, потому что неизвестно, что может случиться. Кстати, я все равно в скафандре, который не боится электричества, поэтому есть шанс просто так пройти здесь. Вот. Да. Мне нечего бояться электричества, поэтому можно и не разрушать эту штуку. Так. Нам-нам-нам. Нет, у нас только нижняя дверь открывается. Так. Опа. А, ты живой, то есть ты робот. Вот как выглядел этот робот. Я думал, что он такое себе представляет. Опа. И все. Дверь ремонтируется быстрее, чем вы ее ломаете. Нужно как-то избавиться от ремонтной бригады. Блин. Да, надо разрушить вот эти штуки. штукинсы. Только чтобы разрушить это, нам блин, понадобится лом. То есть мне придется сейчас отсюда вылетать и теченить и то есть делать бесконечный лом. Только потому, что он может быть полезным в этих ситуациях. Реально полезным. Ну и еще если получится сделать ракету, сделать, короче, посмотрим, что там можно будет сделать. куча изоленты еще очищенного металла. Это, конечно, все это радует. здесь мы были. Где мы не были, наверное, где-то там. Хотя нет, здесь нет куда-то там возможности пойти. да, только одна дверь, походу. А я думал, что там еще какой-то по графический кретинизм дает просто странное, умрачительное. Так что, это... да, у нас тут есть лом, блин, и электроника валяется почему-то. Все, ребята, живем. Специально для таких луров забывчивых поставили даже целый лом, чтобы можно было с этой ситуацией как-то выбраться. так что ракету придется оставить нападать. Вот есть лом. Так. Ударить. Ну-ка. Что? Может сразу уж этого робота заперачить? Черт! Я уничтожил единственную... Он че? Блин, он починил то, что я... Черт. И как же нам тут действовать, а? И... Ремонтную бригаду нам не уничтожить? Надо подумать. так, как же тебя ликвидировать-то? Мне либо бластер нужен, либо... Сколько вас тут? Раз, два... Два робота всего, что ли? Надо что-то придумать. Так. Ну, двоих роботов, троих даже можно вынести в принципе. Но для этого бластер нужен, либо нам в любом придется отсюда уходить. Короче, я ухожу отсюда. И как только сделаю улучшалки, лом, продолжим нашу игру. Рядом орудие. Похоже, кто-то задохнулся ворой телевизор после крушения. Вот я не понимаю натуру людей, которые в фильмах про конец света бегут и начинают воровать телевизоры. Типа, если все пронесет, у чувака будет новый телевизор, да? Или он его продаст, в общем, заработает деньжат. Боже мой, может, я в чем-то не прав, и как бы это нормально вообще и правильно так поступать, но не знаю, мне кажется, что это как-то тупо. Делать это в космосе вообще тупо. Мы цел с собой, блин. Итак, дорогие друзья, момент истины. Я сделаю наконец-то транспорт. Вот пылесос, ракета. Надеюсь, это будет крутая штука. выглядит почти так же, но получше немного. Да, короче, если я вам не показывал, то вот это большой транспортный отсек. Я специально здесь его сделал большим, чтобы построить сразу несколько гнезд для полетов. Вот также после того, как я нашел кровать, мне пришлось появилось желание построить жилой отсек, но я пока не могу это сделать, потому что ресурсов у меня не было. Поставил тут кислородную станцию, несколько этих солнечных панелей вот сюда в бокам. Ну и собственно вот как-то так вот. Давайте попробуем так и опробовать наш транспорт. Кстати, по-моему у меня топливо здесь столько же сколько и здесь. Да, это прикольно, блин. Уровень топлива у них одинаковый. Так, сейчас сколько у тебя прочность. Так, то что ж такое, ну, хоть так, прочность надо поправить, но, блин, у меня инструмент для ремонта его нет. Короче, давайте просто на нем полетаем. Вау, ребята. то есть мы вместе с ускорителем разбиваем скорость 62 метра в секунду, то есть это очень быстро. Это нереально быстро и это круто. То есть мы будем намного быстрее добираться вообще до всех точек. Посмотрите, как мы быстро летим. Это капец, блин, это очень удобно. Так, как избавиться мне от предыдущего пылесоса, я не знаю, но я думаю, что я сделаю потом люк и засуну его сюда внутрь. Так, мне надо поесть назначено, если у меня еда, но у меня где-то здесь должна была быть, вот да, есть, правда ее мало, надо будет лететь на какие-то задания, чтобы не, короче, чтобы, хотя есть, должно быть зеленая жижа, из которой можно делать еду, капец, о, есть медок, если есть медок, там и лед, можно сделать сладкий набор, да, медок и лед дает сладкий набор, который можно тоже захавать, но мы его оставим на НЗ, так, медок кладем обратно сюда, как-то вот так вот, да, я собирался сделать вечный вечный лом, я по какой-то ошибке сделал усиленный лом, видимо, торопился, так, мне нужна ликоплазма, она у меня есть, пластик в четырех штуках, он у меня тоже есть, проволока есть, и там есть, в общем, все, сейчас мы сделаем, так, проволока, вот она, размере четырех, пластик тоже теперь есть в размере четырех, ну-ка, посмотрим-ка, да, бесконечный лом, прочность 999, ребята, теперь мы сможем одубасить и разрушить в принципе все, что там нам мешало или лежало не так, ну давайте сделаем топливо для нашего мега-пылесоса еще, так, для топлива нам понадобится, кстати, лишние штуки надо сюда выложить, вообще, вот, к примеру, вот это вот все, так, лампочки, батарейки, это все не нужно, кстати, можем еще что-то расшифровать, так, что же мы сюда положим, так, мне нужен другой ящик, мне нужен другой ящик, где у нас много металла, ну как много, на две канистры, конечно, у нас хватит, да, на две канистры хватит, в принципе, этого достаточно, так, инструменты, вот, инструмент для этого, вот, ремень очищенный металл, вот это все у нас тоже есть, очищенный металл, алюминий я недавно добывал, тоже у меня должен быть, так, толщенная изолента есть, так, алюминий, еще алюминий, все, киртык, что ли, уже его добывал, реально киртык, я реально его всего использовал, так быстро, да, глянуться не успел, уже алюминий нет, короче, мой инструмент, по-моему, для починки так и не сделаем, хотя, можно пойти подобывать, вот, не ленится, координаты уже известны, ну, блин, и да, аптечка, 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 я все время забываю про аптечку, это очень важно, так, здесь нет, ну, короче, и так, дорогие друзья, я выламываю эту дверь, даже если ее чинят, я успешно ее выламу, теперь ты иди нафиг, интересно, я могу ли его полностью ликвидировать, при помощи этого лома, а, нет, он убегает, то нафиг его, вероятно, это и есть центральная панель, кто-то любил ломать лампы, так как на ремонт это мало похоже, да, точно, офигеть, так, ну-ка, ну-ка, вводим пароль, с первой попытки, это было легко, ай, ты не умеешь лгать, твоя не могла сделать что-то так просто, и ничего не сломать, рассказывать правда, подтверждать... вот в чем дело, ну ладно, давайте расскажем, есть подозрение, есть подозрение, что панель слегка неисправна, но судя по датчикам, под ней был скрыт незадокументированный проход, ого, незадокументированный проход, блин, наш главный герой походу пытался скрыть, нет никаких данных об этих помещениях, здесь что-то произошло, хотя вы скорее всего это заметили, и так дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, уже пора закругляться, потому что уже 45 минут, с вами был Лургат, но его идентификационный номер отсутствует в моей базе, и остальные секреты, что там дальше происходило, мы узнаем уже в следующей серии, так что не забываем про лайки, подписку и колокольчик, до скорых встреч, всем пока-пока.